Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пропадать стали в основном красивые молоденькие девчонки. И очень много. Тенденция. Уэйфред положил, что похищали девушек, чтобы сделать проститутками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подбородок у него другой. И уши другие. Уши не самое главное. Главное глаза, зеркало души, брови, потом нос. Нос тоже не похож. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот так вроде похоже, да? Что-то есть. Смотри, добренький какой. Там-то позлее было. Ладно, запускай в тираж. И нам штук пять распечатай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Твои же люди У нас здесь не крепостное право Люди это не мои У Боева была своя спецгруппа Они вели самостоятельные расследования И поэтому ты напрягся Я не напрягся Я хочу, чтобы все было точно и понятно Нет, конечно, группа Боева Входит в оперативно-розыскной отдел Которым я руковожу Но в принципе Боев сам себе голова Вообще человек он сложный Разжалованный Он ведь раньше полковником был На генеральской должности А теперь и майоры За что? За что? Русская болезнь Это многих главных путь А почему он пьет? Да кто его знает? Говорят, дочь у него сильно болеет Может поэтому Странно, лучше бы он о дочери заботился Сам-то я его пьяным не видел Но говорят Говорят По Москве реке крокодилы плавают Да ладно Веришь? Нет А про Боева значит веришь? Я не верю Я информирую Я информирую Кстати, вот информация Жени Подозреваемый? Может быть Ни о чем не говорит Физионовна Нет Тебе Ильин предупреждал, что нам необходимо будет знакомиться с материалами Боева? Предупреждал Раз надо, покажем Прошу За мной Ты где жить-то будешь? Я вбутываю тетки, а ты? Я со своим парнем вместе с его мамой Мамаша такая ведьма Ну, подруга, хочешь жить в Москве, терпи Слушай, а давай машину возьмем, а? Нам же с тобой по пути Машину? Не, дорого Ей на метро, а потом на маршрутке Да поехали, я заплачу Вон Вон, иду Да что нужно? Все, конь, давай я пошел Давай Так вот Там автосалон три дня Нужно просто ходить в купальнике возле дорогих тачек и крутить попой Ладно А сколько платят? 50 долларов в день Во Мне просто сейчас так деньги нужны, у меня мама заболела Ей нужно немецкое лекарство, оно очень дорогое Ну что, матрешки, куда поедем, а? В Кутово Нормально, три штуки и поехали Не, это дорого На дуру расплатишься? Отпусти, придурок Да не дерзи, дуры Ладно, увидимся Аня Аня, как ты? Что, девчонки, проблема? Нет, все в порядке У тебя кровь, ну Нет, спасибо, у меня есть Куда ехать-то? Нам в Кутово надо, у нас всего тысяча Да что вы, мы не люди, что ли? Какие деньги? Вон, поехали, моя машина, вон она стоит Все, поехали, давайте, 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 девчонки Вот машина, как раз все нормально Сейчас доедем до Кутова Я как раз туда, я как раз туда, вы что, девчонки, сейчас лучше мы видим Что мы не люди, какая оплата, вы что? Все хорошо Сейчас, доедем с ветерком Конечно, если у тебя есть разрешение Можете посмотреть все дела Боева Но есть одно но Какое? Дело в том, что ключей от его сейфа мы не нашли Вернее, ситуация странная Запасной комплект ключей есть у меня в кабинете Но выяснилось, что ключи этих к сейфу не подходят Ну, странно, и что это значит? Это значит только то, что их могли перепутать Случайно А сломать замок не пробовали? А у нас нет пока разрешения Ты же знаешь, у нас после взрыва все здесь строго Так что придется вам довольствоваться тем, что найдете здесь Ну, вот есть чем заняться Ну, я вас оставлю, вы тут работаете Когда закончите, наберите меня по-внутреннему Я спущусь и вас выпущу Идет? Угу Задается мне, что нам тут не доверяют Да Я бы на их месте тоже нам не доверял Что в нашей работе самое главное? Эм, горячее сердце? Нет Тогда Чистые руки Нет Ну, тогда Светлая голова Как говорит наш шеф Главное в нашей работе Это работа С бумагами Моя дочь Моя дочь Носва Лариса Восемьдесят девятого года Рождение четыре дня назад Уехала в Москву и пропала Прошу принять меры К розыску моей дочери Красивая Да, у Боева Все девчонки Списки пропавших Очень красивые Что ты делаешь? Сейф открываю Да? У нас нет разрешения Видишь ты, дорогая Волга То, что нам Здесь предоставили Это, наверное, очень интересно Но вряд ли имеет отношение К срыву Боева А то, что не имеет отношение Находится вот здесь Это преступление Должное сною Ну и что ты делаешь? Спасаешься Любимись Что случилось? Почему мы остановились? Ну, что-то забарахлило Не знаю Сейчас посмотрю Так что не переживайте Дальше поедем Ты слышала, что бы что-то барахлило? Да нет Вроде нормально ехали Ничего не барахлило Я тоже не слышала Ну, что? Вот быстрее Присмотрюшки Не трогай меня Что происходит? Оставьте меня в покое Давай, выход Не трогайте Не подходи Я сказала Пойдем Ложите Молодец Поможем? Поможем? Обязательно поможем Визгливые куклы попались Ну что, привыкнут к паутиху. Пустовато. А это может значить, что Боев не доверял среде и забрал документы еще до взрыва. Это раз. Да. Это может значить, что Середа сам забрал документы. А история про ключи, которые не подходят, фига дня. Это два. А это означает, что нам здесь точно не доверяют. Да. Не доверяют или боятся, что мы можем найти что-то такое, что может скомпрометировать оперативно-развуфтной отдел или самого Середу. Это три. Или кто-то еще имеет доступ к сейфу, кроме этого самого Середы. Кто? А вот это вопрос. А фактов мало, поэтому выводы делать преждевременно. Давай-ка займись, пожалуйста, материалами, а я здесь придется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпустите нас, пожалуйста. И вас очень прошу, отпустите. Давай мне. Куда вы ее принесли? Отпустите нас, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выпустите меня, выпустите меня отсюда! Выпустите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как дела? Нашли что-нибудь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доварищ подполковник, вот тут папочки все аккуратно прошиты, странички пронумерованы. Но, смотрите, раз, два, три, четыре. И даже сразу седьмая страничек не хватает. Слушай, Станиславский, листы мог удалять или сам Боев, или его сотрудники. Понятно? А у кого, кроме вас, есть доступ к кабинету? Ни у кого. А у кого могут быть дубликаты ключей? Дубликаты ключей могут быть у тех, кому их изготовил сам Боев или его сотрудники. Но кабинет после взрыва был сразу опечатан. И никто, кроме вас и меня, в него не входил. А кто опечатывал кабинет? Я сам, лично. Ну и хорошо. На сегодня, наверное, все. Пора нам в контуру. Еще придете? Придем. И теперь сюда будем как на работу ходить. Возьмете? Это, если начальство попросит. Попросит, попросит. За нас уж точно попросит. Сейчас я водички попью. Приятного аппетита. Галочка, налей воды в стаканчик. Не очень добрые взгляды. Ничего, Волга, припытай. Это еще цветочки. Ягодки будут, когда мы сюда переедем. Ничего. Народ у нас нормальный. Без повода бить не станут. Ну, честно говоря, Волга тоже просто так не кусается. Семьям сообщили? Сообщили. Хотите встретиться? Обязательно попозже. Пусть сначала в себя хоть чуть-чуть придут. Спасибо, Галочка. Пойдем. Здорово, стажер. О! Ну что, стажер, проголодался? Я сейчас умру с голодухи. Стоп. Надо, чтобы все красиво было. Тихо. А теперь покажи, что накопал ты. Давай. Эксплуататор фигов. Короче, смотри, что я откопал в архиве. Все очень просто. Весь секс-бизнес строится на проститутках и на публичных домах. Эти дома базируются на съемных квартирах, массажных салонах и саунах. Над проститутками стоят сутенеры. Над сутенерами стоят бандиты. Как правило, этим промышляют криминальные группировки. Самая крупная группировка – это Дроздовская. Она, собственно говоря, в 80-х организовала этот бизнес. Сейчас есть еще пару группировок – Михновский и Кульковский и тому подобное. А, кстати, вот и про Дроздов. Дроздовская преступная группировка получила название по фамилии своих главных авторитетов – братьев Дроздов. Возникло в середине 80-х. Основное направление деятельности – криминальный контроль проституток и их сутенеров. Так, в конце 90-х, после войн преступных групп, запередел сфер влияния и массовых убийств их активных членов, а также в результате арестов, Дроздовская ОПГ фактически прекратила свое существование. В настоящее время после возвращения из мест лишения свободы многих влиятельных членов Дроздовской группировки происходит процесс возрождения группировки. Она снова пытается вернуть себе контроль негальным секс-бизнесом, открыто враждуясь новыми хозяевами. Так, стоп. Что у нас там по поводу подрывника? Если он взорвал Боева и его коллег, то, скорее всего, они знали либо его, либо его хозяева. Это раз. Потом Боев мог обладать информацией, которая могла стать мотивом для его убийства. Это два. Так что информацию об этом беглеце и его хозяевах нужно искать в делах Боева или у его коллег. Ну, этот последний не очень. Вряд ли станут, поверят. Ладно, шучу. Поешь сладкого полезно для морков. Что такое? Без имени, без крема. Кир, а я, по-твоему, кто? Все по чесноку. Идиоты. Ну что, как будем искать нашего подрывника? Готовы генеральное решение? Значит, так стану. Если он взорвал Боева и его коллег, значит, вполне возможно, что они могли знать либо его, либо его хозяев. Это раз. К тому же, Боев мог обладать информацией, которая стала причиной взрыва. Это два. Значит, информацию об этом беглеце и его хозяевах нужно искать либо в делах самого Боева, либо в делах его коллег. Это три. Ну, опять полезно по голове получать. Ужи прочистились и мозги заработали. Принято. Ну, а ты, стажер, только пончики ломпал. Так и не придумал ничего. Все, тихо, тихо, тихо. Стан, не, Кира тоже молодец. Он там в архиве нашел информацию про секс-бизнес в Москве. Там, оказывается, такая война идет про разделы сферы влияния. Ну что, молодцы, значит, время зря не теряли. Посмотрим. Ладно, я сейчас кальяну. Блин, забыл, Стан. Тебя Элина вызывала. Сказал, что там какое-то совещание у начальства и сказал, чтобы ты был, кровь из носа. Когда это было? Уже минут сорок как началось. Крем, братишка, чего ж ты мне не перезвонил-то? Слушай, Стан, я тебе звонил, у тебя телефон был недоступен, а потом замотались. Ну, смотри, сколько дел. Нет, Крем, сегодня явно не твой день. Ладно, пока. Здравствуй, Сергей! Ну, ладно, чего ты кипятишься? Кушай давай. Дело заходит слишком далеко. Кто-то вытащил из сейфа Боева все его папки с главными делами. Посудитель его в убийство ушел, прямо из морга. Не думаю, что это случайное совпадение. Тут очень хорошо себе представляет, что происходит. И действует против меня на опережение. Только кто это? Гирин? Не думаю. Гирин может с лупом стены прошибать. Только вот опередить меня это вряд ли. Эй! Эй, очнитесь! Эй! Эй! Очнитесь! Эй! Очнитесь, пожалуйста! Пожалуйста! Папа! А-а-а! Ты посреди меня отсюда! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Ты посреди меня отсюда! Мамочка! Мама! Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Значит, по Боеву пока ничего не ясно. Жив, но без сознания. Ладно, Ильин, я тебя понял. Разрешите, товарищ Гирин? Ты чего не поздно? Извините, поздно сообщили. Ладно, садись. Теперь с Гирином. В последнее время в твоем районе резко ухудшилась криминальная ситуация. Мы об этом говорим не в первый раз. На последнем совещании было указано на недопустимость подобной ситуации. А в чем причина? У соседей твоих условия те же, а показатели лучше. А теперь еще эта история с Боевым. Товарищ генерал, высокий уровень криминала в районе связан с большим количеством сексуальных притонов, которые притягивают к себе криминальный элемент. Из-за этих притонов в районе происходят постоянные криминальные разборки между преступными группировками. Одна из таких преступных группировок, так называемая ОПГ Дроздовская, планомерно отстреливала сутенеров и организаторов этих притонов. За последние полгода погибло порядка 25 человек. Ну и что ты предпринял, чтобы разрешить эту ситуацию? Нам удалось собрать материалы, изобличающие организаторов и исполнителей этих преступлений. При попытке их задержания они оказали вооруженное сопротивление. Во время перестрелки были уничтожены сам лидер ОПГ Дроздовской, Роман Дроздов по прозвищу Дрозд и его младший брат Константин Дроздов по прозвищу Костян. С нашей стороны, товарищ генерал. Помогите! Пожалуйста, помогите! Я не хочу умирать! Пожалуйста, выпустите меня! Помогите! 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 Пожалуйста, выпустите меня отсюда! Эй! Слава Богу, я думала, что вы вообще не отойдетесь! Я думала, что вы вообще умерли! Господи, как страшно! Ты как сюда попала? Там подвозил один. Ограбили. Испили. Я вообще не знаю, за что. Что я им сделала? А вы как? Так же. Похоже, ей вообще плохо. Ты ее знаешь? Так, немного. Мы обе с Воронежа. Тебя, кстати, как зовут? Илька. Меня Аня. Ты запомни. Надеюсь, хоть кто-то из нас выживет. И расскажет про других. Аня, ты так и не говори. Может, нас ищут уже. Ты посмотри вокруг. Да здесь все стены списаны кровью. А может, это не кровь? А что? Хоть бы не очень мучили. Здесь даже воды нет. Ира. Ира, очнись. Ира. Ира, приди в себя, пожалуйста. Очнись, Ирочка. Ирочка, очнись, Ира. Ира. Ира, приди в себя. Очнись, Ирочка. Ира. Разрешите? Ну, давай, Илья. Ты, Герина, ничего не путаешь? Ты где работаешь? Про эту твою операцию по захвату Дроздов можно кино снимать. боевик, ОМОН, вертолет, спецтехника, гранатометы. А в результате куча трупов. И это в Москве. Вы так переполошили весь район, что старики подумали, война началась. Это все было сделано для безопасности моих людей. Вам, судя по всему, дорога жизнь преступникам. Я давно знаю, что у них в органах есть заинтересованные защитники. Ирин, прекрати. Перестань тут подозрительность лишнюю разводить. Мы все занимаемся одним делом. Закон исполняем. Только мы этот закон почему-то по-разному понимаем. Можно я скажу? Я считаю, что для обеспечения безопасности наших товарищей, участвовавших в задержании лидеров ОПГ, необходимо применять все адекватные средства. Гирин прав. Непонятно другое. Зачем Дроздам надо было первым открывать огонь и вообще открывать огонь, если против них ОМОН, вертолеты, спецтехника, гранатометы и отстреливаться до последнего патрона? Как это указано в отчете у Гирина. Не верю. И характерно это для таких людей. Тем более, что лично за Дроздами не было ничего особенного, чтобы им жизнью своей за это платить. Они же не сами сутенеров перестреляли. А доказать, что они заказчики, это практически невозможно. Ковер генерал, у нас есть определенное соображение. Подожди-ка. Я слышал, Станиславский про твою привычку никому не верить. И это правильно. Когда дело касается преступников, им верить нельзя. Но коллегам своим, Станиславским, товарищам, надо верить. Экспертиза ведь доказала, что первыми открыли стрельбу Дрозды. Дрозды начали стрелять, значит, у них были причины. И у ОМОНа были причины им ответить. Ты веришь в это? А надо бы верить. А ты, Гериль, тоже думай и соизмеряй масштабы применения оружия. Да, товарищ генерал. Буду думать и соизмерять. Ну вот и хорошо. С Боевым будем разбираться со всей тщательностью. А Гирину поможем навести порядок в районе. На этом пока все. Всем спасибо. А ты, Герин, задержись. О, свет. Вы можете оставить сообщение после сигнала. Алло, шеф. Это я, Носков. Перезвони мне, как сможешь. Фу. Да. Деду, это ну давно пора на пенсию. Замочил Герин Дроздовских братков. Может, потому что хотел рот им закрыть. Показатель улучшить. Ты говорил, что у Герина есть своя версия потреба Боева. Да, Герин считает, что Боева взорвали Дроздовские. Ну, те, что остались. Потому что хотели отомстить за своих братков и за смерть своих авторитетов. Может, он прав? Ну, если Дроздовские мстили за смерть своих братков и авторитетов, то почему же они с таким шумом взрывают Боева, который здесь совершенно ни при чем? А не Герина, который эту ликвидацию братков и авторитетов организовал. Я считаю, что Боева взорвали не Дроздовские. Ну, вот и займись этой историей с Дроздами. А мы ее деду, когда время придет, вспомним. Уже занялся. И найди мне этого пропавшего подрывника. Он на тебе висит. Найду. Под меня копают эти прокурорские. Ты тут ни при чем. Все знают, что я тебя двигаю. Поэтому ты под колпаком. Думают через тебя меня свалить. Поэтому, Герин, ты смотри, работать надо чисто и тихо. А то я тебя сам вот этой вот рукой, как Тарас Бульба сына. Понял? Да. Иди и помни, что у нас должно быть все чисто. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушаю. Алло, шеф, ну ты где? Я тебе звоню, звоню. Что с Волком? Да упустил я Волка. Но он тут где-то недалеко. Я его подстрелил. Где ты? А я в Лосинке, в лесопарке. Он просто хотел по подземным коммуникациям скрыться. Но я его догнал, подстрелил. Куда же он мог уйти? Да он мне-то тут залег, в подземелье. А там темно, как в этой. Ну, как ночью, короче. Ты мне можешь выслать парушку-трюочку оперов? С фонарями. И собаку. И мы его достанем. Хорошо, будь там. Я пришлю тебе людей. Чего еще? Это Юля. Денис Сергеевич. У нас проблема. Давай. В машине она. Она из окна. Мама. Какой мама? Ну, вы не волнуйтесь. Она живая. Она только ногу вывихнула, и все. Ее сейчас на скорую увезли. Куда? Да я не знаю, куда. Если Лель поехала, а я вот тут. Леля, ты где? Знаешь, это все бесполезно. Она сама не может дышать. Понимаешь? Это кома. А я читал в интернете. В Штатах. Муж с женой вывел из глубокой комы. Как? Ну, там она после родов. Две недели без сознания в палате интенсивной терапии лежала. Врачи сказали мужу, ситуация безнадежная, будем отключать систему жизнеобеспечения. Ну да, там все дорого. Вот он на них разозлился. Сказал, что сам приведет ее в чувство. Схватил за руку, заорал на нее. Типа, мол, хватит валить дурака, борись. Давай начинай дышать, возвращайся обратно. Обратно. Ну и? Ну, она стала дышать самостоятельно. Да? Да. А когда очухалась, сказала, что больше всего ненавидит, когда на нее кричат. Что ты мне фигня такой-то порешь, а? Что за байки? А что? Ну что, хочешь попробовать? Ну, попытка не пытка, как говорил товарищ Берри. Ну, давай. Держать, коллега. А это вы привезли девушку? Я. А что с ней? Ну, дело плохо, она в коме. Нужно срочно вызвать родственников. Лучше мужа, если он есть. Сейчас. Да, слушаю. Алло, Денис Сергеевич? Я. Это я, Леля. Слушай, слушай, говори. Тут врач говорит, что... Что? Что он говорит? Говори! Вы здесь срочно нужны. Послушай, Леля, если с моей Яной что-то случится, я тебя... Простите, Денис Сергеевич. Ты слышишь меня? Я тебя в порошок затру. Слышишь? Он едет. Приедет. Хорошо. Сопля. Слышь? А что это я с утренней выручки? Двести рублей не досчитался, а? А что сразу сопля? А кто? Брал! Че, да я сучу. Че, жмем? Что с мной? Че такое? Опа. Тихо. Жмурик, походу. Гвоздь. Надо по карманам пошарить. Вдруг у него бабосы есть. Сопля, а ты пойди посмотри. А че я сразу? А че, я что ли? Ну нет, Инна, ну пусть гаврошку смотрит. А ты че, боишься что ли? Ну ты знаешь, я с детства от тех же Моликов недолюблю. Сопляк. Коварь, помоги. Вы живой! Иди встег! По башке дай! По башке дай! По башке дай! По башке дай! Пацаны! Погоди! Отпусти ты! Отпусти ты! Отпусти у меня лекарство нужно. Отпусти. Отпусти у меня лекарство. Отпусти. Простите. Отпусти. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где он? Там. Это доктор. Простите меня, Денис Сергеевич. А вы муж? Да, доктор, можно выкс? Да. Так скажи, а лучше, а лучше. Успокойтесь, успокойтесь, выслушайте меня. Нам понадобится ваша помощь. Да, я понял. Что? Что это нужно? Да все или ничего. Все зависит от вас. Вы готовы? Конечно. Да. Все, пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...